ну если я помню это дипропетровск вот это украина саду по вашей учебе 5 лет в прошлом году было много чего попробовать в этом году много вступает в обильное было отношение то ли пожалуйста пока еще нас не разъединили даже в интернете фотографии 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 вы понимаете ведь то ли смеяться будешь потому что ты мне поверил ну как можно было мне говорит так ну чёрт с тобой железом ну сибири у тебя такой сад ну все на этом не вернешься обратно все они уже не годятся дыру и вот писал авторитетнейший человек один из самых авторитетов россии ведь раньше со мной дружили раньше пальцы не гнули раньше морды не воротили как часто железо проходили и вот этот уважаемый человек и почему фамилию не называю потому что ну как бы я с ними согласился я считаю что это неправильно если с юга пришло в сибирь адаптировать почему она не может вернуться что ему помешает а теперь давайте поняли то читаем то ли по только до конца прошлом году много чего попробовать я не видел в этом году много что вступает в обильное положение вашим у нас понравилось цены нет моим друзьям потому что чтобы я один я бы так бы говорил а проверить то надо я в украине молимся понятно время какое дожить бы до завтра спасибо вам то что вы вещаете проверено я тут тоже не молчу около 300 спартанцев в вашей крови в этом году уже растут крепко ты вашего то есть он умудрился 300 саженцев из моих этих вырастить чё с ума сошел 300 ну давайте посмотрим ну вот они нет и сошел с ума где буду вот молодежь растет еще были тут даже губер точно так же как тут прошло десять лет когда начал первое дерево посадил и только тогда я сказал себе все все таки по моему не умрет сад так и тут вот вернулась твою кого-то будут они обильно плодоносит не болеть потому что в отличие от стандартной процедуры она на украине то есть такая помните я показывал мужика с херсонской области стоят люди которые заплатили в мастер-класс а 20 минут а надо о чем-то говорить 20 минут одно дерево чикал секатором отрезай отрезай и оставил уже помните а эту уродинку вот такую вот без боковых веток без ничего заработал сременники херсонская область но она может даже не погибла здесь идеальный случай он же мой ученик значит видите не будет никаких этих никаких обрезок лишних но обрезки все-таки надо делать а вы с вами должны учиться дальше поехали вот здесь он страшно что мне теперь с этим делать как что делать обрезать сейчас то ли обрезать что делать давай так рассуждать все вот эти скелетные ветки трогать нету нельзя самая нижняя корня 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 корни знаете академик не знал вы почему-то знаю вот теперь для если это абрикосы если он собирается плодоносит длинные тонкие ветки сумасшедший урожай а вот вы знаете что тут будет они все будут на земле лежать вот тут к сожалению ему всего два года да два года берите и режьте ну если не про каждую ветку не говорить ровно по пол ветки отрезайте вот так вот и я так делаю я так делаю у меня правда маточный сад мне приходится резать чтобы каждая ветка дала 3 вот те кто режет специально думая что он осветлеет дерево хоть оставь обрезку на кольцо то есть оставь кольцо но ниже чуть-чуть потому что здесь уже начинаете кольцо начинает дерево болеть туда попал мороз оно ниже даст несколько веток называем их волшками отрежь их на кольцо ниже еще дадут допустим отрезаешь половину каждая даст по три-четыре ветки опять не удалось это не только осветлить еще загустишь же еще больше загустишь больше страшно еще больше загустишь сколько бы ты не оставил они этого не знают но пока дерево молодое у вас еще не так мучительно больно то есть они все таки у вас не такой климат жесткий как сибири половину отрезайте все подряд так ни одну ветку полностью никогда не обрезать загущение не бойтесь когда идет загущение дерево начинает плодоносить она раскрывает крону само начали растет даже груши начали растут вот так растут много лет вот она наконец это а потом урожай какой черт его брать как это вы увидели эту дуль когда в фильме показывали привязали к верхушке вот такой толщины ветку почти центральную вот и ухнем всей толпой наклоняли ее привязывая к земле к штырю битом она раскроется сама я вот сколько хожу нет нету я прожил жизнь лишние ветки есть у привитых да я не спорю вот это привито я не спорю почему потому что а это боковая ветка она не пау а к ней не подносится геннаги генетика то есть когда дерево формируется миллионы лет и сердце она подчиняется определенным законам а почка с бокового дерева выдали вжимленная выпрямленная еще раз говорю это как бы вам показать то вот давайте вот так вот как она должна была расти то вот эта почка которую сюда вживили вот как продолжим по-другому у него на боже старалась выпрямиться то есть все равно расти вверх по крайней мере хоть что-то это можно поднять из моих из моих слов понимаете надо проехали идем дальше опять его ну где тут и видать приметы не примета короче все три на половину обрезать допустим вот это играть роль центрального проводника да она самая мелкая то есть самая тонкая но зато пропорционально расположены где-то коллеги еще чуть подвык примечу было идеально вверх отрезали может быть одну треть а вот эти на половину делает их боковыми в этом период можно калечить потому что если не калечить они подражают по соляку на землю все сожалению еще раз все привитые ветки они подчиняются никакому этому самому никаким природным никакой природной программе вот так скажем самые элементарные вещи говорю причем нигде не читал спасибо это мне то ли пишет еще дальше следующее письмо на корне собственном серафиме два года завязали плодовые почки почки начали оживать ну чё то ли какой прекрасный мужик садовод не надо бояться вот этого загущения ни в коем случае никогда придет пора все раскроется вчера вечера вчера ваш вебинар вы рассказывали об укрытии бутылками очень важный вопрос это был вопрос от целесообразности укрытия примитых рано садится на украине и ваши размышления то я подтверждаю ваши предположения то что несмотря на то что весна раньше начинается чем у вас лето месяца полтора два улетает за высокости то есть сейчас это мы понимаем о чем речь а я еще так прикину а надо ли на украине накрывать бутылкой там за месяц раньше весна она и без бутылки может прекрасно себя чувствовать но тоже время есть проблемы почему только вуза то есть мы друга поняли мы другого видите как я подтверждаю ваши предположения вот носа пока пара то есть эта бутылка возможно спасла от мышей так раз значит да раньше проснулась но я смотрю в этом году у нас чуть ли не наоборот у нас красноярске необычайно тепло а красноярск это 500 километров в севере а там как не показывать к сожалению показывать только в войну показывать везде снег 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 а уже середина марта а там на календаре уже с первого марта должна быть весна если по календарю смотри вот так что без банок не обойтись раз спасает от мышей два а задержка роста всегда связано с сильной жарой но летом банок этих не будет оказывается сильная жара это тоже угнетает деревья и нам кажется полил будет расти сильно жара угнетает деревья и они хуже растут даже заболеть могут от жары но обычно связано с тем что лица так быстро испаряет лобу не успевает туда влага поступать получается дерево прекращает рост как минимум прекращает рост и получается что в лоб что по лбу что в себе проблема то правильно анатолий вы сказали то же самое и вас проблема у нас сейчас похолодало тема укрытия актуальная укрыл банками а не а ведь их ветер не сдувает у вас банки тяжелее ну и Субтитры создавал DimaTorzok